Российские, итальянские, французские гармонисты выступили на новосибирской сцене. Большим гала-концертом закрылся Международный Маланинский конкурс-фестиваль. Вообще в городе Новосибирске традиции разные. В твуковечении памяти, памятники, мемориальные доски. Это все правильно. Но конкурс-фестиваль, который проводится в его честь, думаю, что занимает в этом ряду достойное место. Это живое общение. Живое общение не только сибиряков, живое общение русских людей и к ним присоединившихся сегодня граждан иностранных государств. В течение недели более тысячи музыкантов из разных городов России, Франции, Италии, Испании, Колумбии, Канады и даже Доминиканской республики показывали свои таланты. К финальному гала-концерту жюри конкурса оценило более двух тысяч номеров. Маланинский фестиваль проводят в Новосибирске с 1987 года в память о легендарном сибирском военисте Иване Маланине. Из небольшого городского конкурса любителей народного творчества фестиваль превратился в международный культурный форум. Он объединяет как самодеятельных музыкантов, так и профессионалов с мировым именем. Одна из задач фестиваля – привлечь внимание молодежи. Мы обучаем, ну вот в частности я пытаюсь своим детям, своим внукам передать что-то, хотя бы что-то вот осталось, потому что, как поется в песне Есенина, мы теперь уходим понемногу в ту страну, где тиши благодать. Вот, чтобы вот этого не получилось, то есть безвозвратно, пока еще не поздно, пока еще остались носители вот этой культуры, надо их немножко как бы, ну вот на таких хотя бы фестивалях, чтобы они присутствовали. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал, ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.